Всем здравствуйте! Интернет-магазин Antelife.com.ua снова представляет вам очередной обзор. Сегодня у меня в руках будет модель THL W7S. Данная модель является логичным продолжением популярного W7. Модель была построена на базе двухъядерного процессора MTK6577. В данный момент эта модель работает на четырехъядерном процессоре MTK6577. Давайте посмотрим, что же в комплектационной коробке поставляется вместе со смартфоном. Зарядка, USB кабель. Обязательно со смартфоном поставляется чехол-книжка. Пленка вот такая оригинальная. В нашем данном комплекте идет чехол-книжка. И вот такой симпатичный розовый бампер. Также идут вакуумные наушники. И обязательно два аккумулятора. Аккумуляторы у нас емкостью по 200-300 мАч. По автономности работы смартфона хватает до двух суток в умеренном режиме использования. То есть в режиме телефона. Звонить, там интернет иногда и тому подобное. Смартфон у нас большой, 5,7 дюймов размер экрана. Собран очень хорошо. Никаких нигде люфтов ничего нет. Крышка глянцевая, не матовая. Сзади у нас располагаются Technology Happy Life, фирменная надпись, логотип THL, динамик, вырезы под динамик, камера, вспышка. Сверху разъем под наушники, сбоку кнопочка включения. Тут у нас качелька громкости. Ну и снизу стандартно динамик, точнее микрофон и USB вход. Спереди у нас смартфон имеет камеру, динамик и все датчики освещенности, датчики уха. Тут у нас есть одна механическая кнопка и две сенсорных. В отличие от ZOPA 950, тот который имеет такой же размер экрана, тут именно у нас сенсорные кнопки. И снизу на дисплее нет никаких дополнительных сенсорных. Давайте посмотрим наш смартфон, начнем наш обзор технический с характеристик в программке Antutu. В Antutu наш смартфон, как и любой другой на процессоре MDK6589 набирает порядка 13-14 тысяч баллов. Здесь у нас разрешение экрана 1280 на 720, поэтому работать с таким разрешением ему легко. У нас 4 гига встроенных, поддерживаются карточки 32, 64, сейчас у меня стоит 16. Гигабайт оперативной памяти, графический и ускоритель у нас PowerVR SGX544. Ну и две камеры. Камеры у нас отличные. Вот даже вот у нас тут в прошивке написано, что передняя камера у нас вообще 8 мегапикселей, но это на самом деле далеко не так. Вообще это все интерполяция, и 8, и 5, это все интерполяция. Реальные камеры от 2 до 3, 2 мегапикселей оптика, то есть реальная оптика. Задняя камера тоже во всех моделях, в данном случае в данной модели, это интерполяция. Реальная оптика от 8 мегапикселей, но не делает он изображение на реальные свои 13 мегапиксели. Ну и стандартно прошивка 4.2 Android. Идем дальше. Давайте посмотрим на количество точек, поддерживаемых нашим экраном. Количество точек 5, это в принципе стандартно для данных моделей. Какие у нас датчики присутствуют в нашем смартфоне, тоже сейчас обязательно посмотрим. Так, у нас есть полноценный хороший рабочий GPS. Чуть позже проверю, покажу, убедитесь в этом. У нас есть работающий компас. В данной ситуации он не особо хочет работать, но компас есть, возможно, нужно менять прошивку. Компас есть рабочий, на других модельках проверяли, все работает хорошо. Идем дальше. Акселерометр, само собой. Bluetooth, Wi-Fi, все как полагается. У нас датчик приближения. Датчик освещенности у нас есть. Тоже реагирует, скажем так, не совсем адекватно. Ну, более-менее адекватно, но все вот эти вот датчики освещенности, чтобы была автоматическая яркость, их все нужно настраивать, калибровать и тому подобное. Как мы видим, гироскопов и тому подобного, таких вот серьезных игровых датчиков для пространственного расположения, такого нет у смартфона. Давайте посмотрим нашу прошивку. Стандартный 4.2 Android у нас. Вот такой вот быстренький стартап у нас идет. Прошивка у нас без китайчатины, китайского софта вообще нету. Идеальный, полноценный русский язык. Работает быстро, все листается, все максимально хорошо, максимально быстро. Давайте посмотрим качество нашего экрана. Производителем заявлена у нас IPS-матрица, то есть у нас должны быть отличные углы обзора, отличные картинки, отличная должна быть цветопередача. Сейчас уберу автоповорот, чтобы удобнее было смотреть картинки нам с вами. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, оставлю автоповорот. Ну вот, вот наш экран. Во-первых, работает очень быстро, а во-вторых, углы обзора. Углы обзора у нас хорошие. Не максимальные, они такие, как вот есть в моделях, но, в принципе, тоже на достойном выполнено все уровни. Экран довольно-таки яркий. По яркости у нас, наверное, выставлена максимальная яркость. Да. Так, идем дальше. Смотрим, как наш смартфон ведет себя с браузером. Работает, прогружает он довольно-таки быстро. Опять же, повторюсь, размер экрана 5,7 дюймов по диагонали. Это означает, что нам уже очень удобно юзать интернет, юзать браузер, тыкать, клацать везде, куда нам удобно, куда нам хочется. Практически это уже планшетный размер, можно так сказать. Поэтому все просматривается, мультитач. На сайтах можно сидеть, вконтакте посидеть, можно вконтакте видео посмотреть и тому подобное. Как наш смартфон справляется с YouTube? Давайте посмотрим. С YouTube справляется отлично. В принципе, как и любой другой смартфон на MTK6589, да и на 77 все было без проблем. Просто продемонстрирую, чтобы вы понимали. Динамик довольно-таки громкий. Потоковое видео прогружается. Без проблем, в любой момент, куда клац, он сразу же воспроизводится. Так, давайте посмотрим, как у нас смартфон справляется с видео, с Full HD видео, без конвертации, без каких-либо обработок. У нас трейлер. Вы созданы. Без обед. Но я не работаю в команде. Парень в крутом костюме. Кто ты без него? Эээ, Генни? Миллиардер, плейбой и филантропы. Ваши достижения. Давайте посмотрим, как смартфон справляется с современными играми. Что ему это стоит? Насколько тяжело? Или наоборот, не тяжело? То есть, опять же, повторюсь. Экран довольно-таки большой. Практически уже смартфон-планшет. Некоторые люди называют их фаблетами. Производитель сам их так называет. То есть, уже в игры покататься, пострелять уже на таком размере довольно-таки можно комфортно это все делать. очень удобно. Поэтому, если вам нужен смартфон для вот таких вот целей, поиграть, посмотреть фильм, то все это в легкую делается. Теперь посмотрим игрушку. Проверим качество съемки камеры. Вот такое-такое качество вот съемки. Фронтальная камера. Ну, нет тут 8 Мп, нет тут 5 Мп. Поэтому, чтобы там не писали, что производители. А вот эта фотография сделана основной камерой. Ну, и вот еще одна. Также варианты фотографий вы сможете увидеть по ссылкам под нашим видео. Отреи. Отреи. Так. 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 Пареи. Так. В целом можно подвести итог Смартфон у нас получился очень хороший, большого размера Хороший аккумулятор 2300 Хватает его в умеренном режиме пользования до двух суток В напряженном поиграть в игрушку, зарубиться часа на 3-4 максимум Это в любом другом смартфоне Удобные вот эти сенсорные кнопки, механической кнопкой он не будится Хорошая, довольно-таки хорошая камера Великолепный заводской комплект В целом аппарат достоин Я не считаю, что он чем-то хуже, чем Zopo ZP950+, поставляется так же он и в белом и в черном цвете А поэтому выбор только за вами А мы стараемся вам показать все лучшее или худшее Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok